Всем привет и слава в Украине. Передача новостей из Кавказа продолжает свою работу с вами, я Гелла Васадзе. И сегодня у нас традиционный разговор с хорошо знакомым и любимым нами Юрием Федоровым. Приветствую, Юрий, очень рад видеть. Здравствуйте, здравствуйте, Гелла, рад вас видеть. Соскучились. Я бы вам соскучился, и наши зрители бы вам соскучились. Ну, начнем с ситуации, конечно же, на фронте. Все меняется, потому что ничего не меняется, обычная ситуация. То, о чем вы всегда говорили, или все-таки есть какие-то кардинальные изменения, о которых можно поговорить? Нет, я бы не сказал, что есть какие-то кардинальные изменения, тенденции сохраняются. А тенденции эти, в общем, заключаются в том, что, во-первых, русская армия наступает медленно, с большими потерями, но, тем не менее, наступает в двух местах по двум направлениям. Одно направление из-под Авдеевки на Покровск, другое направление – это из-под Бахмута на Часов-Яр. Значит, в том случае, если эти наступления, не дай бог, окажутся успешными, ну, где-то через несколько недель русские войска могут выйти к Покровску, могут выйти к Константиновке. И это, ну, определенный этап, не бог есть какой важный, но определенный этап на дальнейшем, дальнейшего наступления, которое предназначено, цель которого, значит, захват всей Донецкой области, выход на административные границы Донецкой области. Но эта задача достаточно сложная, я бы сказал, очень сложная для решения русскими. Они требуются, помимо всего прочего, требуются взять два города – Краматорск и Славянск. Как предполагается, эти города хорошо укреплены, и, в общем, это твердый орешек, который не так просто будет разгрызть русским, если они вообще будут способны это сделать. Ну, вот, собственно, это то, что происходит. Одновременно Москва пытается нарастить группировку в трех приграничных областях – Курской, Брянской и Белгородской – три приграничные области. Там создана группа войск «Север», которые переданы войска Ленинградского военного округа. Этот округ недавно создан в России. Значит, вот те войска, в том числе так называемый 44-й армейский корпус, который теоретически должен быть развернут на границе с Финляндией, но там он и не появлялся, его передают в эту группу войск с тем, чтобы организовать давление на вооруженные силы Украины в районе Сумны-Карьков. Пытаться взять эти города, я думаю, русские не будут, потому что для этого явно не хватает сил. Вся эта группировка «Север» в настоящее время примерно 50 тысяч человек с соответствующим количеством танков, нам и прочей бронетехники, артиллерии. Но этого явно недостаточно для штурма крупного города, такого как Сумы, и я уж не говорю про Харьков. Тем не менее, вот некие такие беспокоящие рейды, предназначенные для отвлечения стратегических резервов вооруженных сил Украины от южного и восточного направлений, они, видимо, вот этим и будут заниматься. Значит, какие-то наступательные операции небольшого масштаба, но тем не менее, русские будут проводить в этих областях для того, чтобы не допустить переброски резервов в Донецкую область прежде всего, вот я так понимаю. Ну, собственно, к этому сводятся очень многие выводы коллег из Киева. Ну, вот так. А вот это по поводу группы войск Север и по поводу вот этого сформирующего, сковывающей операции такой вот, даже не операции, а концентрации, я бы сказал. Это что-то новое, потому что раньше такого, а раньше, в принципе, тоже было по Белоруссии, да? Белоруссию уже они тоже делали... Нет, это не Белоруссия, это не Белоруссия. Белоруссия ничего не... Нет, я имею в виду, раньше они тоже концентрировали войска в Белоруссии, чтобы не допустить переброску. Ну, там в Белоруссии, после того, как из Белоруссии же было наступление на Киев... Ну, да, в начале войны, да. А потом оттуда в основном войска были выведены, ну, по крайней мере, крупные контингенты там сохранялись, какие-то очень небольшие... Да и сейчас сохраняются там авиационные группировки, очень большие... Ну, какие-то, значит, инструкторы, инструкторы, которые помогают обучать Белорусскую армию, ну и так далее, там, значит, какие-то расчеты, обслуживающие, практически, ядерное оружие, которое там складировано. Ну, вот такие, да, такого масштаба военное присутствие российского из Белоруссии. Угрожать из Белоруссии вот пока, пока нечем. Теперь, что касается вот этих, вот этой группы «Север». Ее начали создавать, ну, где-то, наверное, три недели, может быть, месяц тому назад. А наращивать войска начали где-то последние дней десять, ну, может быть, недели. Так что до этого никаких, в общем, до этого там насчитывалось, ну, где-то 35-40 тысяч. Ну, я имею в виду, ну, скажем, на начало марта. Ну, увеличилось до 50 тысяч. Ну, примерно там в полтора раза нарастили. До какого, ну, наращивать до каких-то действительно серьезных величин, то есть до 150-200 тысяч, на это нет ни сил, ни средств. И личного состава нет. Без мобилизации вряд ли смогут это сделать. Значит, вот где-то, ну, может быть, еще на 10 тысяч нарастили. Ну, в общем, это и все. Да, но тем не менее, это сковывает определенную часть ЗСУ, соответственно. Да, так вот, так вот. Конечно, конечно. Ну, а как же они, конечно, сковывают. И Филипс Убрайен на этой неделе написал заметки, что, мол, типа того, не решает, ну, количество пехоты. Уже давно ничего не решает, даже в Первую мировую войну не решал. И он приводит пример, что Россия мобилизовала самое большое количество солдат в Первую мировую войну, но это не помогло. И даже он отспаривает тезис о том, что во Вторую мировую войну решало, потому что он считает, что все-таки ключевыми были воздушно-морские операции союзников, имеется в виду США и Великобритании, а не борьба на Восточном фронте. Хотя на Восточном фронте большинство историков считает, что все-таки Восточный фронт был решающим. Так или иначе, ну, вот смотрите, как интересно получается, решает или не решает мобилизация больших армий. Это один вопрос, но другой вопрос, ну, вот яркий пример того, что влияет точно. Ну, мобилизация, трудно сказать. Видите, такие утверждения, они очень общего свойства. Нет, конечно, количество личного состава, конечно, это очень важный показатель, наряду с другими. Значит, личный состав должен быть обучен, он должен быть разбит на подразделения, части и соединения с соответствующим командным составом. Эти части и соединения должны быть оснащены вооружением. действовать, значит, во взаимосвязи с другими родами и видами войск. Ну, это очевидные вещи. Если у вас, там, скажем, с одной стороны тысячи, а с другой стороны 25 тысяч, ну, естественно, кто будет при прочих равных условиях, кто будет победителем. Когда при прочих равных условиях, то количество личного состава ничего не решает, я бы с этим не согласился. Да, количество, значит, да, превосходство по личному составу можно определенным образом купировать при помощи, например, кассетных боезарядов. Это очень эффективный способ борьбы с пехотой. Но, опять-таки, все это нужно рассматривать в каком-то комплексе. Все, значит, имеющиеся в наличии силы, средства, технику и так далее и тому подобное. Я понимаю, что мы сейчас будем... Я сейчас скажу очень циничную вещь, но мы сейчас отвечаем ведь на вопрос, всегда ли правы большие батальоны. И вот смотрите, имея такой ресурс, как люди, можно, например, вот так, как делали российские войска и в Авдеевке, и сейчас в других местах. То есть можно пускать группы, которые уничтожаются для выявления огневых точек, а потом на грамоте аркеллерии. Тактика? Несомненная тактика. То есть это выглядит страшно, цинично, но, тем не менее, вопрос уже в результате. Если имеешь много людей, то можешь так использовать тоже для выявления аркеллерийских точек. Ну, превосходство по личному составу можно использовать самым разным образом, в том числе и таким можно пожать людей на танки и пытаться прорываться сквозь артиллерийскую, минометного огня. Многие гибнут, но какая-то часть прорвется. Ну, по-разному может быть. Нет, ведь боеспособность войск зависит от большого количества различных факторов. И трудно сказать, вот взять один фактор и, значит, его абсолютизировать. Это неправильно, это неверно. Тогда следующий момент. Все равно же главная проблема для ЗСУ в последнее время были небольшие батальоны, а были капы, которыми забрасывали. И это техника, как ни крути. Кабы, которыми забрасывали позиции ЗСУ, причем такие очень серьезные уроны наносился. Вот теперь вопрос. F-16, я слышал отлично, что F-16 не решит проблему, потому что это устарелочная F-16 и так далее. Может ли F-16 решить проблему у Кабов? По ставке F-16? Ну, это зависит от того, сколько F-16 будет передано Украине. Пока речь идет нам о шести, может быть, и самолетах. На каком-то отдельном участке, да, но это во-первых. Во-вторых, опять же, зависит от того, каким оружием эти F-16 ухудшены. Потому что сам по себе этот самолет это просто летающая платформа. На него навешивают разные вооружения. И в зависимости от того, что именно навешано, подвешено, чем у нас началось, что он может выполнять разные задачи. Если говорить о борьбе с Кабами, то для этого F-16 нужны, как и любые самолеты. Должны быть оснащены ракетами воздух. Воздух большой дальности. Большая дальность, скажем, 150-180 км. Вот если... Да, плюс эти самолеты должны быть оснащены системами наведения, ну, радиолокаторами, которые действуют на такую примерно дальность. Значит, если самолет имеет... Ну, значит, какая дальность? 40-50, скажем? Нет, ну как, дальность... Значит, дальность Кабов, ну, максимальная, это порядка 90 км. Ага. Ну, если за себе. Этот Каб нужно сбросить на рубеже где-то, ну, чтобы не попасть в зону действия ПВО Украины. Вот примерно так. Такой расчет. В зависимости от того, есть ПВО или нет ПВО, в том или ином участке, значит, самолеты противника могут заходить, доходить до какой-то определенной линии, там они сбрасывают этот Каб, и Каб летит на расстояние максимум 90 км. Это еще зависит еще и от высоты сброса. Теперь, если это точка сброса где-то в районе, скажем, линии соприкосновения, значит, Каб может долететь вот на 80-90 км максимум до, вглубь территории, контролируемой вооруженными силами Украины. Это достаточно большое расстояние. Если в этом районе действует F-16, которые оснащены ракетами воздух-воздух, дальностью, скажем, ну, допустим, 50 км, значит, вот дальность действия этого Каба, она сокращается, то есть та полоса, которая является уязвимой на территории Украины, она, естественно, сжимается. Вот так. Если ракеты, которыми оснащена F-16, имеют дальность 150-180 км, ну, тогда, значит, нет шансов у русских сбросить Каб так, чтобы он попал по территории Украины или по территории контролируемой Украины, так точнее будет. Ну, вот, собственно, это очень простая арифметика. А есть информация у этих F-16, которая передает вот сейчас, есть достаточное радио действия для того, чтобы... Или пока такой информации у нас нет? У меня такой информации нет, непонятно, с какими ракетами его передадут Украине, их будут передавать Украине. Нет, потому что я слышал, что говорят, что, ну, там будет очень устаревшая ВЛС, устаревшая ракета и так далее, и это не решит проблему. Если ты не решит проблему, зачем передавать? Вопрос не устаревших в ракетах там или радиолокаторах. Вопрос в том, каков радиус их действия. Да, тут радиус действия небольшой. Ну, если небольшой, значит... Ну, это разговоры только, я не знаю. Ну, вот, видите, пока рано говорить. Мы просто не знаем. Ведь вполне возможно, что нам одни... Один радиолокатор снимается, остается другой в процессе подготовки к передаче. Ну, вот... А насколько просто это сделать? Будет ясно. Насколько просто это сделать? Снять отзывы? Ну, не очень просто, но возможно. Возможно. Понятно. Ну, и я слушал вас сегодня у Плющева. Тем не менее, для наших зрителей тоже попросил бы объяснить. Потому что не всех, к сожалению, слушают вас у Саши Плющева. А это надо делать. Я это достаточно рекомендую. Опять заговорили о ядерном оружии. Что ли они о тактических учениях с применением ядерного оружия и так далее? Вообще-то это о чем? Очень трудно сказать, какой смысл в этих учениях. Значит, если учения... Ну, во-первых, надо просто иметь в виду, что это не учения с применением ядерного оружия. Потому что такие учения, в общем, в зоне Южного военного округа или федерального округа, это означает, что там должен быть взорван натуральные и ядерные боеприпасы. Но это, я думаю, что на это вряд ли пойдут. Значит, официальная цель учения по подготовке и применению по подготовке. Это означает, что будут обучать расчеты этих самых ракет Искандер или авиаэкипажей работе с ядерными боеголовками. Там требуется перед их применением, требуется провести какие-то манипуляции, подключить к соответствующим системам, которые инициируют их и так далее. Все это люди должны уметь делать. Поэтому не просто привинтить ядерную боеголовку к ракете. Значит, нужно определенным образом провести с ней некие процедуры, в том числе инициировать систему подрыва ядерного заряда, ну и так далее и тому подобное. Вот если это будет проводиться с имитаторами ядерной боеголовки, ну это, в общем, дело, так сказать, понятное и достаточно бессмысленное. Если попробуют русские вывести боеприпасы со складского хранения, из хранилищ специальных и передать их в войска, чтобы там люди обучались их применению уже на настоящих изделиях, ну это совсем другое дело тогда, это опасная штука. Это означает, что войска могут в любой момент применить такое оружие. Ну будем посмотреть, что из этого получится. Насколько применение тактического ядерного оружия, массовое применение тактического ядерного оружия, а не то, что мы можем применить, и вот мы применили в одном месте. Массовое применение тактического ядерного оружия может стать геймченджером в этой войне. А что такое массовое применение? 10, 20, 30. 10, 20, 30. Сколько нужно? Сколько нужно для чего? Дело в том, что применять ядерное оружие на поле боя, непосредственно в зоне соприкосновения, вряд ли кто будет, потому что там нет для этого необходимых целей. А что такое цель? Это скопление войск достаточно большое. Ну, скажем, бригады. Если бригаду соют 4 тысячи человек, собрать в одном месте, скажем, на каком-нибудь стадионе, ее можно уничтожить одной ядерной боеголовкой, мощностью, скажем, в 15-20 килотонн. Но никто же не будет собирать бригаду на... Ну, конечно, можно собрать, но это идиотизм. И за это можно... Стенки, значит, командира нужно ставить, потому что собирать... Да он этой бомбой погибнет, уже некого будет ставить. Он же должен быть. Да. Вот. Для чего нужны... Для чего можно использовать ядерные боеприпасы? Для ударов по аэродромам, для ударов по мостам, по логистическим таким центрам, ну, к железнодорожным, скажем, узлам. Вот это да. Вот это вот... Для этого их можно использовать. Опять же, скажем, для того, чтобы ударить по аэродрому, да, если там находятся самолеты, значит, они будут уничтожены. А если они к этому времени перелетят на какой-нибудь другой аэродром, ну, вот как это может достаточно часто делаться, ну, значит, когда это удар впустую. А политические... Есть политические издержки, это достаточно неприятные. А можно и нарваться на удар противника, ответный или превентивный. Это тоже можно. Значит, вот эти моменты, они, естественно, затрудняют принятие решений, делают принятие решения о применении ядерного оружия крайне рискованной затеи. Нет, ну, вопрос ведь другой. Ну, вопрос в том, что когда ничего не получается, тогда, в отличие от очень многих, которые говорят, это невозможно, потому что невозможно, я как раз-таки считаю, что всегда нужно рассчитывать на самые крайние сценарии. Но если у них ничего не получается, то почему бы им бы не применить это для того, чтобы напугать, для того, чтобы запугать. Хотя, получится ли запугать и напугать вопрос? Психологический момент. Нет, ну, одно дело попытку запугать вот разного рода заявлениями. Нет, я не имею в виду применением, не заявлением. Заявлениями понятно. Применением? Ну, ведь, а хорошо, ладно. Но противник может оказаться достаточно хитрым и искушенным. Он может заметить ваши приготовления к применению ядерного оружия. и может ударить первым, вот по тем самым, как бы сказать, по тем самым войскам, которые готовятся к этому применению. И удар это будет не со стороны Украины, а уже со стороны, возможно, даже Соединенных Штатов. Видите, применение ядерного оружия это очень опасная черта, красная такая черта, переход которой может Путину очень дорого обойтись. Одно дело, я тоже скажу циничную вещь, ну, скажем, смотря на эту войну из Вашингтона, можно долго рассуждать о том, ну да, мы на стороне Украины, мы помогаем Украине, все правильно, жертву агрессии. Но, в общем, наши интересы особенно не затрагивают. Вот если русские применяют ядерное оружие, это уже затрагивает наши интересы, потому что следующий будет удар по тем или иным союзникам фаната. А это уже плохо, потому что тогда мы должны ответить, должны участвовать в войне. Либо тогда с нами никто вообще считаться не будет, если мы промолчим. Промолчим, я имею в виду, не ответим аналогично. Значит, нужно отвечать. А вполне возможно, что можно даже не отвечать, а попытаться упредить Россию, нанести удар первым. Ядерный? Что? Ядерный удар нанести первым? Ну, например, ядерный, да. А вы же не знаете, вот вы сидите в Кремле, вы не знаете, что будет делать противник. Он может применить ядерное оружие, может не ядерное, не может не применить ничего, ограничиться там разного рода декларациями. Но вы этого не знаете. Вы находитесь в состоянии, когда вы не можете прогнозировать точно реакцию противника. А ошибка очень велика, цена ошибки очень велика. Просто я к тому, что, видимо, у нас еще в советских временах сидит страх перед ядерным оружием. Он вполне оправданный, я ничего не говорю, но ядерное оружие – это оружие. Оружие, оно создаётся для того, чтобы его так или дальше применять. Нет, ну, я понимаю, можно применить, да, но если применят ядерное оружие в ответ. Ну, для этого нужно, чтобы у Украины было ядерное оружие, чтобы не было ядерной войны. Правильно? Ну, в идеале, да, конечно. Потому что, ну, вот из цели, я, например, думаю, что, например, уничтожение объектов физической инфраструктуры, конечно же, наиболее эффективно ядерным оружием, да, фактически ядерным оружием. Ну, вот, я повторяю, здесь очень важна цена, цена удара для России. А как, что, да, нанести удар просто, а вот потом, что будет? А вот что будет потом, Путин не знает. Я так понимаю, я так понимаю, что если можно достичь победы без ядерного оружия, победы в данном случае, это, как минимум, остановки военных действий и закрепление на тех позициях, которые есть, вот это победа сегодня для России, то тогда они, да, а если нельзя? Ну, не получается. Только про Константиновку мы сейчас идем, видишь, и часа в ядер. Ну, это не победа в войне. Ну, да, я про это и говорю, но это не победа в войне. Поэтому, ну, это не те цели. Они будут, ну, хорошо, еще три года они будут воевать, вот так вот, и будут договориться в Донецкой области. Останется Херсон и Запорожье, которые тоже включены в состав их страны. То есть, у них по Конституции записано, что Херсон и Запорожье закупированы сейчас. Ну, мы с вами уже тут начинаем ходить по кругу. Я повторяю, да, искушение применить ядерное оружие у Путина есть, и оно было с самого начала. Но вопрос в кругом. Во-первых, не один Путин решает эту проблему, решают есть и другие. Те, кто будут, будут его подменять в случае приказа. Путин вряд ли будет принимать это решение единолично. Но даже если он его примет, не факт, что его будут выполнять. Не факт, но хорошо, Путин понимает, что он рискует собственной жизнью. Но не может не понимать, по крайней мере, любой человек на его месте понимает, что ответным ударом прежде всего будут пытаться уничтожить его. Или превентивным ударом будут пытаться уничтожить его. Значит, вот все время нужно взвешивать риск, риск и выгоду. Выгоду и риск. Ну, если он рискнет применить ядерное оружие, исключено, что его постоянно будет сталкиваться с вероятностью того, что его постараются уничтожить до того, как он его будет применять при помощи того же ядерного оружия. Кстати, я сейчас вспомнил, знаете, один из первых фильмов, вот уже тогда, когда это средина двухтысячных, если не начало, когда про Сталина сериал сняли в России, и он начинается, практически первые несколько сетей так начинается, первый кадр точно такой, то есть на Кремль летит ядерная бомба, взрыв, все разрушается, и так, в этот момент Сталин просыпается. и, значит, потом следует звонок и доклад, веря о том, что товарищ Сталин у Советского Союза есть ядерное оружие. То есть, вот этот кошмар, наверняка, он преследовал Сталина с 45-го по 49-й год, он был? Конечно, ну, поэтому Сталин и вел себя относительно первым. Ну, да. Так вот, так что, если не Путиным единым, то мы сейчас переходим уже к такой теме политической. Сегодня у нас сегодня, сегодня, да, сегодня, сегодня у нас 7 мая, и мы не можем обойти вопрос об инаугурации Путина, и, возможно, в перестановках говорят, что не будет Шойгу, и даже может не быть Лаврова главного правительства и Мишустина. Что-нибудь знаете про это? За этим стоят сплетни, которые ходят по московским коридорам власти и только. Может быть, сменится все правительство, может быть, никого не сменят. Об этом знает, я не знаю, наверное, три-четыре человека в Москве. Путина. Те люди, с которыми Путин мог обсуждать эти проблемы, советоваться, а может быть, он и ни с кем не советовался. Ну, вот он по закону, по конституции, он должен отправить правительство в отставку, то есть правительство должно подать в отставку, а он должен кому-то поручить. Ну, у него списочек, я думаю, уже готов. А вот что в этом списочке? Тут многие люди готовы были бы, наверное, заплатить большие деньги, чтобы узнать. У меня таких денег нет. Ну, давайте будем... Все равно. Давайте будем тем более что-то непринципиальное. Давайте сыграем в ситуативную игру такую. Не дай бог, конечно, не желаю ни в коем случае. Но представьте себе на месте Путина. Причем не Юрий Федоров президент России, что было бы очень неплохо, а вы Путин. Ну, есть же такие фильмы, когда телами меняются там люди, раз просыпается там в теле, кто-то просыпается в теле девушки, не дай бог, еще раз говорю, я вам этого крайне не желаю, но вы просыпаетесь заснулись в часы и просыпаетесь в теле Путина. Вы поменяли бы правительство? В чем проблема? Значит, у меня с Путиным не только эстетически, но и серьезное расхождение. Но если бы я был Путиным и исходил бы из тех мотивов, которыми он руководствуется, а зачем менять правительство? Правительство, наверное, с его точки зрения работает неплохо. Воруют, конечно, но если чрезмерно будут воровать, ну, значит, тогда нужно проучить. вот сейчас одного такого персонажа, значит, как-то в назидание другим собираются что-то с ним сделать. А вообще, зачем... Ну, да. Зачем менять правительство? Правительство нужно менять в том случае, если оно плохо работает вот с точки зрения того же Путина, да? А я не вижу, чтобы оно работало плохо. Это раз. Во-вторых, значит, нужно посадить таких людей, которые в соответствующие кресла, которые будут абсолютно лояльны. Вот это самое главное. Это даже более важно, чем... важнее, чем... компетентность, профессиональные знания и так далее. Кто может вызвать неудовольствие? Министр внутренних дел, раз, потому что пропустил теракт. И, соответственно, подчиненные работали плохо. Директор ФСБ Бортников, его подчиненные тоже плохо работали. не предотвратили теракт. Значит, но, с другой стороны, тот и другой очень лояльны. Вот Путин может как-то колебаться. Шойгу. Шойгу начал дурить. Он, значит, там выкапывает из могил или из хлепов вынимает прах Суворова, там еще кого-то собирался выковырять и возит их по фронту. Ну, это шаманизм, да, он же этот. Ну, вот какая-то такая черная магия, шаманизм, я уж не знаю чего. Ну, в общем, ясно, что дурит, но, с другой стороны, в общем, надежный человек не подведет с точки зрения лояльности. А вот назначить кого-то другого, черт его знает, а вдруг ему там кровь бросится в голову или водка, и он поведет войска на Кремль или такое, что же, может быть, в голову человек не залезешь. На этом я думаю, что в первую очередь должны себя плохо чувствовать, ну, как-то неуверенно чувствовать люди, от которых зависит безопасность Путина. Вот он им может доверять, а может и не доверять. Тут вопрос, что и компетентности тоже, но вот если министр внутренних дел некомпетентен, ну, идиот, скажем, ну, тогда его хорошо бы поменять, но с другой стороны идиотный идиотный. С чего бы его менять? Вот такие проблемы, я думаю, Путина волнует. Ну, поживем, увидим, не так долго осталось. Не, ну, действительно, поживем, увидим, вы знаете, самая интересная ключевая фигура это Мишустин. Вроде бы, Мишустин, а это тот человек, который в случае, если с Путиным что-то случится, ну, это как в Маскараде, несчастье будет с вами в эту ночь. Так вот, если с Путиным что-то случится, он его заменит. Или Путин об этом не думает, и после него хоть потом. Ну, кто его знает, я не знаю, как Путин рассчитывает. В принципе, значит, что будет потом, Путина, наверное, не очень должно интересовать. Ну, он уже будет без чувств лежать где-нибудь или вообще помрет мирно, или не очень каких-то мирно. но видите, тут ведь опыт санкарно-азиатских государств очень любопытный. В Куркмении, например, когда предыдущий президент Актура Кумизи ой, господи, но первый президент у него был. Куркмед Машин, да, нет, самый, Сапар Мурат Неязов. Вот, Сапар Мурат Неязов помер. Непонятно от чего, но помер скоро постижно. По закону, по Конституции должен стать его преемником, по-моему, председатель Верхней Палаты Машлица. Но не стал Берды Мухаммедов, который никакого отношения к Меджелису не имел. Этого председателя Меджелиса обвинили. Знаете, в чем? В том, что его семья, он и его семья довели до самоубийства невесту или там девушку-сына, потому что они не хотели, чтобы сын женился на какой-то недостаточно знатной или недостаточно номенклатурной девице. Но она взяла и покончила с собой. И вот по этому поводу председателя... Наверняка это правда. Что? И ведь наверняка это правда. Заметьте. Это правда, правда. Значит, вот его осудили, его посадили там на несколько лет. Но я думаю, что, конечно, тут проблемы эти семейные были ни при чем, но на всякий случай. А кто решал? Решал, значит, решало несколько человек, в том числе начальник охраны, и руководители, значит, как его там он был руководитель? Ну, на месте Патрушева, был местным Патрушевым, там, что-то такое. Устудив на национальной безопасности, наверное, так, или комитет национальной. И министр обороны, министр внутренних дел, вот они, значит, собрались, там, начальник госбезопасности, вот они собрались и решили, кто будет с преемником. и преемником оказался этот самый Берды Мухаммедов. Правда, он потом всех их посадил, тех, тех, кто выдвинул первое место. Ну, правильно, сделал, наверное. вообще-то Берды Мухаммедов говорят не читатель, а писатель. Я даже, я не знаю, читал ли он Маккиавелли, но если он не читал Маккиавелли, то краткий курс истории КПСС ему точно преподавали. Ну, да. Ну, правда, в медицинском институте учился, зубной врач вроде бы образовал. Историю КПСС преподавали все. Ну, да, да, это правда. Теперь, смотрите, а в Узбекистане тоже любопытная история была, значит, когда Ислан Каримов тоже был в присморке или умер, не ясно. Долго умирал, да. Долго умирал, да. Значит, опять же, под институцией должен был быть руководитель, ну, я уж не помню, там, верхней, нижней палаты, этого Олия Меджелеса, ну, в общем, руководитель парламента. Он понимал, что лучше не соваться в это дело и сразу заявил, что нет, нет, он никак не собирается и не хочет претендовать на пост временного президента, который должен организовать выборы. А был еще там такой очень видный человек, по-моему, его фамилия была Инояков, это был председатель, руководитель. Вице-премьер он был. Как? Вице-премьер он был. Не вице-премьер? Не-не-не-не, он руководителем КДБ тамошнего. А выбор был между вот этим Шавкатом Мерзиёевым и у него и был заместитель, вице-премьер Азимов. Рустамов? Азимов или Рустамов, в общем. Я тоже не помню, да. Очень такой говорят, ну, такой, значит, из молодых технократов с западным образованием. А в каких случаях говорят прозападным, ну, может быть... Нет, он не прозападный, он с западным образованием. Видимо, хорошо говорил по-английски, наверное, значит, кончил там какие-то университеты на Западе. Вот выбор между двумя вот этими персонажами. Ну, и Наятов решил, что лучше, чтобы был Мерзиёев. Вот вот и стал. А дальше все пошло накатанным. Тот, кто становится... Ну, что это такое? Так вот, тот, кто становится временно исполняющим обязанности, в чьи задачи входит организация выборов, ну, тот обычно становится следующим властителем. Так что я думаю, что в случае если Путин дай ему Господь пораньше значит, отдаст концы, ну, так соберется, значит, несколько человек соберутся. У каждого из них там несколько дивизий разных. Вот будут решать. хрусталевым машинам. Да, а вовсе не Мишустин. Мишустин может сказать, не-не, я прошу прощения, я не чувствую в себе достаточных сил. моральных основ. Нет, но тут вы приводили примеры Туркмении, Узбекистана, Туркменистана, ну, в России, хотя, чего я, блин, в России, конечно, все тоже так, чего это я, это самое, это первый раз. Хотя, мы нас с вами помним в другие времена, кто будет председателем похоронной комиссии, комиссии по похоронам, тот, генеральный секретарь. Да, так оно и было. Опять же, тогда была очень простая практика, собирался постоянный состав политбюро, то есть полные члены политбюро, и договаривались. Так, мы, на хорошее темы начали с вами разговаривать, оптимисты. Нет, по большому счету, сегодня инаугурация, почему бы не поговорить про это, потому что, я не знаю, доживет Путин или нет до конца этого срока, причем, самое интересное, биологически, я так посмотрю, через 10 лет им будет столько же, сколько Байден. Ну, да, наверно, да. И что, потом я посмотрел, сколько мне будет через 10 лет. И мне стало грустно. Поэтому, с другой стороны, больше всех из бывших лидеров России, СССР, прожил Горбачев, но Горбачев там был у власти всего ничего. Ельцин в 77, Брежнев 74, нет, 76, 77 этот был, как его зовут, 77 Хрущев. Хрущев, опять-таки, тоже умер уже не на престоле, что называется. Поэтому, ну, вот, к этому благослову, как раз таки, Путин и приближается. Так что, будем, что называется, посмотреть. надеются. Я так понимаю, что без вот этой персональной смены придется ждать еще долго, хотя, кто его знает, черных лебедей никто не исключал. Огромное спасибо. Огромное спасибо за очень интересную беседу. Ядерную войну с вами почти разожгли. Власть в России почти сменили. Спасибо вам. Большое спасибо, дорогие друзья, что были сегодня с нами. Всего доброго. И до новых встреч. Да. Субтитры сделал DimaTorzok